У нас производится очень мало наездки. Он придет через квартал. Сложные термины, планы продаж, подвернутые рукава, большая игра в большое производство. Это теория, симулятивная программа на компьютере для отбора управленцев нового поколения. Деятельность современного и чиновника, и менеджера в организации это участие в проектах, которые постоянно меняются. Постоянно меняются задачи, постоянно меняются установки на эти проекты. Будущих управленцев тоже тестируют на перемены. Сегодня за день полуфиналисты Сибири пройдут производственный год своей фирмы. Оценивать их будут по множеству факторов. Цена продукта, имидж нашей компании, какие у нас поставщики, сколько мы продукта производим, в какие страны. У нас есть три рынка сбыта. Это интернет, это Россия и это европейский ЕАЭС. И если компьютер просчитывает экономическую эффективность, гипотетическая компания, эксперты оценивают работу команды. Дается, ну где-то час, я понял, да, на вот это все. Не больше пяти минут для обсуждения каких-то спорных вопросов должно уходить. Ребята уже затянули, да? Нет, они все успевают, они молодцы. Особый критерий – лидерство среди лидеров. Его эксперты отмечают сразу. Все остальные взгляды в основном обращены к нему, то есть при подсчете каких-то цифр или при принятии каких-то решений, и видно, что каждый занят своим делом. Каждого участника профильтруют через десяток различных оценок. Причем вердикт может повлиять не только на прохождение в конкурсе. По словам организаторов, был случай, когда студент подделал возраст для участия и в свои 17 лет получил на конкурсе достаточные навыки для работы. Работа будет ждать студента или только стажировка, но социальный лифт, который строят организаторы конкурса, будет запущен. Кстати, за два года в Кубке по менеджменту «Управляй» поучаствовало 16,5 тысяч человек. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.